На протяжении всей истории Земли, растительный и животный мир планеты несколько раз вплотную подходил к своему полному исчезновению. Большинство видов, которые жили на планете в ту или иную эпоху, к настоящему времени полностью вымерли. Гигантские вулканические извержения, падение метеоритов и глобальные изменения климата – это не единственная причина вымирания некоторых животных. Виновниками исчезновения отдельных видов живых организмов оказались Homo sapiens. Привет, друзья! Вы на канале Erudit, и сегодня я расскажу вам, для чего и как древние люди искусственно устраивали массовые вымирания животных. Итак, поехали! В ходе своей эволюции мозг предков современных людей Homo sapiens весьма быстро увеличивался в размерах. Это означало только одно – древний человек практически с каждым новым поколением становился умнее и находчивее. Растущие инстинкты, умения и навыки позволили доисторическим людям постепенно взбираться на вершину пищевой цепочки. В настоящее время уже практически точно доказано, что за исчезновением таких крупных животных относительно недалекого прошлого, как, например, мамонт, шерстистый носорог или гигантский ленивец, стоит первобытный человек. Естественно, вместе с подобной крупной добычей вымерли и охотящиеся на них хищники – соблезубые тигры, пещерные львы и медведи. Одним из хищников, который прекратил свое существование в первой половине XX века, стал тасманийский сумчатый волк – телоцин. Эти животных на протяжении почти двух столетий массово истребляли колонисты. Однако добила сумчатых волков эпизоатия – животная эпидемия, неизвестные болезни, предположительно собачьей чумы, которую завезли в ареал обитания тасманийских волков европейцы. Когда люди опомнились, было уже слишком поздно. Последний сумчатый волк умер в зоопарке Хобарта, столице австралийского штата Тасмания, в 1936 году. Его вид стал жертвой искусственного вымирания, но первыми, кто научился устраивать подобные исчезновения животных видов, еще до появления на Земле Homo sapiens, были самые древние предки людей. В начале 2020 года международная группа ученых из Великобритании, Швейцарии и Швеции, после длительной работы на раскопках, которые она проводила в Восточной Африке, опубликовала свой отчет. В нем специалисты пришли к заключению, что резкое снижение популяции хищников примерно 4 миллиона лет назад напрямую связано с ростом мозга гоменидов и увеличением разнообразия растительности, а не с климатическими изменениями, как это предполагалось раньше. Один из руководителей исследования, профессор университета Гетербурга, Швеция, в докладе подчеркнул, что изменения климата в Восточной Африке за последние 4 миллиона лет были весьма незначительными, и они вряд ли смогли бы спровоцировать массовые вымирания крупных млекопитающих хищников. Наряду с этим палеонтологи отмечают существенное увеличение мозга у крупных видов гоменидов, однако до появления Homo sapiens еще оставалось как минимум 3,7 миллиона лет. Это указывает на то, что главными подозреваемыми в организации вымирания хищников палеоцена являются появившиеся в то время первые предки современных людей, австралопитеки. Но как едва спустившиеся с деревьев и ставшие на две конечности приматы смогли устроить настоящий геноцид хищникам? Хищникам, которые были крупнее и сильнее австралопитеков? Ответ в организованности высших приматов. Гомениды объединились в группы, однако не для того, чтобы убивать своих прямых конкурентов в борьбе за еду. Крупный мозг австралопитеков позволил им применить для добычи пищи абсолютно новую стратегию. На помощь человекообразным обезьянам пришла хитрость. Гомениды научились похищать или же отбирать, отпугивая своим количеством добычу, которую поймали на охоте другие хищники. В своем отчете, опубликованном 13 января 2020 года в журнале Ecology Leaders, ученые, археологи и палеонтологи подтвердили, что примерно 4 миллиона лет назад популяция крупных хищников на африканском континенте начала катастрофически снижаться. Именно в тот период, по их предположениям, предки людей начали добывать пищу посредством клептопаразитизма. Данный способ добычи еды не является изобретением предков Homo sapiens, клептопаразитизмом или же, попросту говоря, отбиранием пищи одним животным у того, которое, собственно, и добыло ее, сейчас успешно промышляют африканские львы, отбирающие у гепардов убитых теми антилоп. Подобным образом в доисторические времена промышляли и австралопитеки. Гоминиды воровали добычу у крупных хищников или же забирали силой, отгоняя поймавшего ее охотника. Такая стратегия выживания вполне дееспособна, когда речь заходит об экономии ресурсов, уходящих на охоту. Интересно, что современные люди нередко сами становятся жертвами других животных клептопаразитов, например, морских чаек на пляжах, или же обезьян, живущих в индуистских храмах, которые воруют или отбирают еду у зазевавшихся туристов. Успех стратегии клептопаразитизма среди австралопитеков привел к тому, что численность предков людей стала стремительно расти, в то время как другие крупные хищники были вынуждены голодать. Их количество стало сокращаться, началось первое искусственное вымирание. Пройдет еще немного времени, и гоминиды научатся сами неплохо охотиться. Это станет контрольным выстрелом в голову для многих видов хищников плеоцена и плеистуцена. Борьба за ресурсы будет триумфально выиграна первобытными людьми, превратив десятки видов животных, как хищников, так и их жертв, в ископаемых. Далее Homo sapiens всего лишь продолжили первобытную стратегию искусственного вымирания, которая длится, между прочим, и до сих пор. А на этом у меня все, друзья. Берегите себя и окружающую вас природу. До скорого!